Всем привет! Как и все мужчины, мой муж иногда любит выпить пиво. Как-то раз в одном хорошем пивном ресторане мы заказали куриные крылья в остром томатном соусе. Сегодня покажу, как можно приготовить точно такое же блюдо дома. Вашим мужчинам точно понравится, да и вам тоже. Лично я такие крылья ем с удовольствием. Сначала нам нужно взять куриные крылья и правильно их нарезать. Мы не будем запекать куриные крылья целиком. Мы сделаем вот что. Берем одно крылышко и визуально делим его на три части. Режем острым ножом между суставами. Вот так вот, как я это делаю на видео. Посмотрите еще раз. Резать нужно здесь. Нам понадобится только две части куриного крыла. Самый кончик можно убрать в морозилку или выкинуть, но я обычно складываю в пакет, убираю в морозилку и потом варю из этих кончиков бульон. Бульон получает очень вкусный и наваристый. Я думаю, что вы быстро натренируетесь и через пару крылышков резать начнете уже профессионально. Сложен только первый раз. Теперь перекладываем куриные крылья в глубокое блюдо. Нам нужно будет их немного замариновать. Посмотрите, я складываю в блюда только те части куриного крыла, где есть мясо, а кончики убираю в пакет. Вот так вот завязываю и убираю в морозилку. Я об уже говорила. Теперь маринуем крылья. Крылья можно мариновать любым удобным способом, но я делаю так. Насыпаю куриным крылышкам немного морской соли. Затем добавляю сахар. Лучше всего коричневый, он придаст карамельный привкус. И потом добавляю томатную пасту. В принципе, я добавляю для маринада все те же ингредиенты, что потом буду использовать для соуса. Зачем покупать лишние продукты, если они у нас уже есть. Добавили томатную пасту и хорошенько перемешиваем крылья, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставляем наши крылышки промариноваться примерно на 20-30 минут при комнатной температуре. Итак, нужное время прошло. Теперь мы берем наши крылья, берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем на противень наши крылышки. Убираем в разогретую до 200 градусов духовку и готовим 15 минут. А пока крылья готовятся, мы с вами сделаем соус. Берем ковшик, складываем в него сливочное масло. Желательно, чтобы оно было комнатной температуры, но это не обязательно. Добавляем к маслу коричневый сахар, соль и каенский перец чили. Будьте, пожалуйста, аккуратнее, потому что перец очень острый. Затем выдавливаем немного чесночка. Ставим все это дело на плиту и варим на среднем огне, периодически помешивая ложкой. Нам нужно, чтобы все ингредиенты смешались, растворились и получилась однородная масса. Соус должен немного закипеть. После этого мы убавляем огонь до минимума и добавляем томатную пасту. Здесь нужно внимательно подойти к выбору томатной пасты. Она должна быть хорошей и желательно не домашняя, а магазинная. Выключаем огонь, наш соус готов. Тем временем крылья уже постояли в духовке 15 минут. Мы достаем противень и переворачиваем крылышки на другую сторону. Аккуратнее, противень очень горячий. Снова убираем в духовку еще на 15 минут. Посмотрите, какие красивые крылышки у нас получились. Кстати, для румяной корочки крылья можно подержать под грилем пару минут. Теперь перекладываем крылья в красивое блюдо, в то, в котором мы будем подавать крылья на стол. И сверху наливаем наш соус. И перемешиваем. Вот такие крылья у нас получились. Они очень острые, поэтому их лучше всего подавать с морковью или сельдереем. Просто нарежьте их брусочками и подайте на тарелочке. Если вам кажется немного странным подавать куриные крылья с морковью и сельдереем, то ничего страшного, потому что я сама удивилась, когда впервые увидела этот рецепт. Но оказалось, что это сочетание продуктов просто идеальное для острых куриных крыльев, особенно если крылья очень острые. И сельдерей, и морковь прекрасно освежают после того, как вы съели очень острое куриное крыло. Уверена, этот рецепт вам тоже понравится. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.